Только что мы завершили заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, обменялись мнениями по важным аспектам деятельности нашего объединения, наметили стратегические перспективы углубления интеграционного сотрудничества. И теперь, как я уже сказал, продолжим работу с участием делегаций. Мне приятно отметить, что в сегодняшнем заседании в качестве гостя впервые принимает участие президент Азербайджанской республики Ильхам Гидарович Алиев. Хотел бы поприветствовать его и всю азербайджанскую делегацию. Я с удовольствием предоставляю слово нашим гостям и передаю это слово Ильхаму Гидаровичу Алиеву, президенту Азербайджана, который, повторяю еще раз, впервые присутствует на мероприятии подобного рода. Ильхам Гидарович, Вам слово. Прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания. В первую очередь, хотел бы выразить благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за приглашение принять участие в работе саммита государств-членов Еврозес в качестве гостя. Сотрудничество Азербайджана со странами-членами Еврозес, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана. Хотел бы проинформировать коллег, что товарооборот Азербайджана со странами Еврозес в прошлом году вырос на 31% и составил 4,7 миллиарда долларов. В январе-апреле этого года рост взаимной торговли вырос еще на 38%. В прошлом году доля стран-членов Еврозес во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%. Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота. Азербайджан расположен на географическом перекрестке транспортных путей – восток-запад и север-юг. Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны позволяет осуществлять перевозки в любых направлениях. Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии в количестве более 50 судов. Морской порт «Алят», рассчитанный на транспортировку 15 миллионов тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован. И объем грузоперевалки достигнет 25 миллионов тонн. Особенно это важно с учетом того, что большой рост грузоперевозок через Азербайджан наблюдается в последнее время. В Баку уже несколько лет функционирует современная судостроительная верфь, которая может изготавливать любой тип судов. И рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию. И уже ведутся переговоры и активная работа по размещению заказов наших соседей по Каспию на судостроительном заводе в Баку. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обеспечивает выход в Европу, а также к Средиземноморским портам Турции. Азербайджан является важным участником проекта транспортного коридора «Север-Юг». Мы инициировали также создание Зангизурского коридора, который не только свяжет основную часть страны с ее Нахчеванской автономной республикой, но и станет частью международных железнодорожных маршрутов. В Азербайджане функционирует 8 международных аэропортов, два из которых в Физулии в Зангелане, на освобожденных от оккупации землях, построенной последние два года. Девятый международный аэропорт строится в освобожденном Лачине и будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Наша страна обладает одним из самых крупных воздушных грузовых плотов в регионе с грузооборотом более 500 тысяч тонн в год. Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости. Мы добились полной экономической независимости, что является важным фактором возможности проводить независимый внешнеполитический курс, что мы успешно и делаем. Около четырех лет Азербайджан успешно председательствует в движении неприсоединения, движение неприсоединения, которое объединяет 120 государств и является вторым по численности международным институтом после ООН. Экономика Азербайджана самодостаточна и не нуждается в поддержке извне. За последние 20 лет валовый внутренний продукт нашей страны вырос более чем в три раза. Уровень бедности сократился с почти 50 до 5%. Внешний долг находится на уровне менее 9% ВВП и снижается из года в год. Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 10 раз. На сегодняшний день одной из главных задач, которая стоит перед нами, является диверсификация нашего экспорта. Что касается диверсификации экономики, этот вопрос решается успешно. Большая часть экономики Азербайджана формируется уже в несырьевом секторе. Что касается нашего экспорта, тут нам еще надо активно работать для того, чтобы увеличить экспорт несырьевого сектора. Хотя уровень безработицы составляет всего 5%, демографический рост, а за последние 30 лет население Азербайджана выросло с 7 до 10 миллионов, требует активных усилий по созданию новых рабочих мест. И, конечно же, мы рассчитываем укреплять наше активное взаимодействие со странами-членами Евразес как в двустороннем формате, что мы успешно делаем, так и в многостороннем формате. Как уже было отмечено, я впервые участвую в работе саммита Евразес, хотя с главами государств, с членами Евразес мы встречаемся регулярно в рамках саммита ФСНГ и в двустороннем формате. Поэтому, хоть я и впервые участвую как гость, но я наверняка здесь не гость. Мы сегодня уже имели возможность пообщаться, наше общение будет продолжено. Хотел бы в заключении выразить еще раз благодарность, Владимир Владимирович, вам за приглашение, а также всем коллегам за то, что это приглашение было поддержано. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, в двустороннем формате экономические отношения Азербайджана с нашими странами-членами организациями постоянно растет и имеет значение для всех нас, и для Азербайджана, и для каждой страны-участницы организации. Спасибо большое коллегам за сегодняшнюю нашу совместную работу и за ваше участие в этой работе. Передаю слово председателю комиссии европейской. Я извиняюсь, Владимир Владимирович, можно? У меня реплика маленькая. Прошу, пожалуйста. Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9 пункта трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана. С другой стороны, хочу подтвердить готовность Республики Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Республики Армении. Мы это называем Армянский перекресток, и мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею в виду те связи транспортные и экономические коммуникации, которые предназначены 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Спасибо. Спасибо большое. Но то, что я услышал из выступления президента Алиева, он как раз говорил о том, что создаются условия в связи с признанием границ, соответствующих подтверждённых соглашениями, соответствующими ещё с 1991 года. Эти условия дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договорённости, в том числе и по транспортным коммуникациям. Мне очень приятно отметить, что и премьер-министр Армении сказал, что Армения тоже думает в этом отношении, считает, что это возможно, думает положительно. Но мы сегодня на трёхсторонней встрече, мне кажется, могли бы всё это и обсудить. Надеюсь, что удастся договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении. Да и для всего региона. Мне кажется, у нас будет время в трёхстороннем формате всё это обсудить в деталях. Пару слов. Я, конечно, не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слова «коридор», которое я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору «Север-Юг». Точно так же это слово используется и применительно к коридору «Восток-Запад». Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и, я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Как Владимир Владимирович также отметил, я считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана. Я извиняюсь, Владимир Владимирович, я должен подчеркнуть, что все те люди, которые знакомы с текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, они знают, что в этом заявлении есть только один случай использования слова «коридор», и в этом контексте это слово имеет особое значение, и это о Латчинском коридоре, который, я повторяю, что должен быть, согласно трехстороннему заявлению, под контролем Российской Федерации и обеспечивать связь между Нагорным, Карабахом и Арменией, но, к сожалению, незаконно в присутствии российских миротворцев Азербайджан заблогировал этот коридор. С другой стороны, я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений. Еще хочу отмечить очень важный вопрос в этом контексте, вопрос о прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха и в рамках международного механизма. Я надеюсь, что в скорейшем, в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог между Баку и Степанакертом. Спасибо. Спасибо большое. Извините, конечно, но опять прозвучало в словах премьер-министра обвинение. Вы, если заметили, в моих словах ни во время выступления, ни во время реплики, никаких обвинений не было, но я не могу это оставить просто без ответа. Я понимаю, что мы уводим дискуссию несколько в другую сторону, хотя думаю, что многим это интересно, но просто прошу разрешить просто ответить и сказать, что Азербайджан, никакой коридор не заблокирован. Что касается дороги Лачин-Ханкенди, то она открыта. На границе между Арменией и Азербайджаном, который вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день через этот погранично-пропускной пункт. Жители Азербайджана, армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет, в том числе и пациенты, которых перевозят по линии Красного Креста, а также и машины скорой помощи из города Ханкенди. Любой непредвзятый человек, естественно, это должен видеть. И думаю, что не нужно пытаться использовать трибуну для необоснованных обвинений. А что касается коридора, о котором я говорил, Зангизурского, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано, что Азербайджан инициировал создание Зангизурского коридора. Это наше право инициировать все, что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами. Владимир Владимирович, я извиняюсь. Очень интересно узнать, что Россия поддерживает тот проект, о котором вы говорили. Честно говоря, я об этом впервые слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе. Что касается, вы сказали, Латчинская дорога. Согласно трехстороннему нашему заявлению, Латчинской дороги не существует. Существует Латчинский коридор, который, согласно трехстороннему заявлению, который мы в траве подписали, должен быть под контролем российских миротворческих сил. То есть никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля. И то, что там творится, это прямое нарушение трехстороннего заявления. И вы сказали, что коридор открыт. Мы это не видим, мы так не считаем. Поэтому считаем важным, чтобы было направлено там международная миссия и в Латчинский коридор, и в Нагорный Карабах, которая бы оценила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. И должен сказать, что там, к сожалению, с декабря месяца мы имеем гуманитарный кризис, потому что поставки из-за закрытия Латчинского коридора, поставки продовольствия продуктов, необходимых продуктов, для этого создаются барьеры. И это очень серьезная ситуация. И газ, электричество был закрыт со стороны Азербайджана, я имею в виду газ и электричество, которые ходят в Нагорный Карабах. И, Владимир Владимирович, вы об этом очень хорошо знаете, потому что мы об этом неоднократно говорили. Я извиняюсь, но получается так, что мы… Владимир Владимирович, можно буквально несколько слов? А, хорошо. Я видел ваши сигналы и позволю себе отреагировать. Коллеги высказали свою позицию, сформулировали, для них это важно. Хочу сказать вот, что в завершении этой части, мне кажется, что терминология, о которой мы с вами втроём и, в всяком случае, очень хорошо знаем, другим словом называется «юридическая техника», «коридор», «дорога» и прочее, прочее. Это важно. И здесь есть определённые противоречия. Но гораздо важнее то, о чём вы сейчас сказали, и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности есть договорённости тоже принципиального характера. И это действительно база для того, чтобы договориться по другим, всё-таки вопросам второстепенного характера, хотя они тоже имеют существенное значение. Но у нас будет возможность сейчас, как мы договорились в трёхстороннем формате, обо всём спокойно, в деловом ключе поговорить. И я надеюсь достичь каких-то договорённостей, которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуации не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом. И хочу вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы. Все абсолютно. Вот Александр Григорьевич сегодня об этом говорил достаточно убедительно в закрытом формате, потому что всё-таки, ну, чего говорить, даже все бывшие республики Советского Союза, мы жили в единой семье народов. Здесь, к сожалению, у нас много противоречий доходят и до вооружённых конфликтов. И в России то же самое происходит на известном направлении. Поэтому всё это очень чувствительно, всё это связано с трагедиями человеческими. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были завершены. Ну, что касается этой ситуации, повторяю ещё раз, у нас будет возможность поговорить в трёхстороннем формате. В этой связи я тоже благодарен президенту Армении, что он приехал, президенту Азербайджана, что он приехал, президенту Армении, на то, что он не заблокировал этот приезд, что мы все собрались для того, чтобы поговорить на эти чувствительные темы. Пожалуйста, если можно, я попросил на этом остановиться. Значит, я уже сказал, что хочу передать слово Михаилу Владимировичу Мясниковичу. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.